Расширять номерной фонд, развивать точки притяжения, улучшать логистику и качество сервиса на курортах Северного Кавказа. Эти задачи помогают решать нацпроект по туризму, инициированный президентом России. Об этом говорили на недавнем совещании в Архизе, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Как развивается самый молодой курорт сейчас, что говорят туристы об отдыхе в Архизе, расскажет Альбина Ланкова. Популярность курортов в Карачаево-Черкесии растет с каждым годом. Один из востребованных у туристов считается Архиз, где мы сейчас и находимся. Здесь построили большое количество отелей, новые подъемники, широкие трассы, а еще сказочно-удивительная природа, которая, несомненно, манит своей красотой любителей активного отдыха. Катаемся, все нравится, приедем еще не один раз сюда. А впервые на лыжи встали? На сноуборде впервые, да. Архиз открылся 10 лет назад. Теперь это большой курорт. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной инженерно-коммунальной инфраструктуры. Оборудовано 27 километров горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, базы отдыха и пансионатов. В Архизе впервые друзья позвали. Первый раз стал на лыжи. Далековато, но интересно. Прям радует. А атмосфера вообще, природа шикарная. Горы, красота, свежий воздух, вообще все шикарно. Алексей уверен, что поездка в горы станет хорошей традицией, так как горнолыжный курорт – это не только способ провести время на природе, но и возможность испытать себя в экстремальных условиях. Это непередаваемая эмоция. Скорость, ветер в лицо, ощущение свободы, добавил он. Но не менее важна и спортивная атмосфера, которая царит на курорте. Мы уже не первый год катаемся и полюбили Архиз. Очень замечательный курорт. И хотелось бы, скажем так, организаторам данного курорта передать пожелание снизить чуть-чуть возраст бесплатного катания. С 70, хотя бы до 65. Чтобы на пенсию вышел и погнал. Бесплатный скипас, все. Отсюда не вылазишь. Екатерина Мендовская приехала из Москвы с мужем и младшей дочерью Миланой. В семье четверо детей. Архиз посещают часто. Причин приезжать на курорт много, отметила Екатерина. Своей красотой. Это в первую очередь. Во-вторых, широкие трассы. Все оборудовано для гостей, для людей. Удобно все сделано. Ни с чем не сравнится, честно говоря. Поэтому мы приедем сюда. Приезжали. Будем приезжать по возможности всегда сюда. Самое любимое наше место. Классное. И где мы с мамой катаемся, такие подъемники. Там тоже круто. Ну, будешь рассказывать своим одноклассникам? Что ты им будешь рассказывать? Ну, я не расскажу, как я круто ездила. В основе новой стратегии развития Архиза будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Приезжаю постоянно. И был здесь, когда здесь вообще было просто поле и горы. И очень радуюсь, что курорт развивается такими темпами. Появляются новые услуги. Сфера услуг на высоте. Главное, конечно же, это склоны для горнолыжников и сноубордистов. Здесь каждый для себя найдет подходящие и новички, и профессионалы. Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха. И горы, и море, и каньоны, и целебные источники. Мощная санаторная курортная база. Отосль показывает самые высокие темпы роста по стране, отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании в Архизе. В нем приняли участие глава Корчаева Черкесии Рашид Темрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур руководства Кавказ-РФ, министры по туризму всех субъектов СКФО и представители управляющих компаний. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Темрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов. Мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома Нового. И посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Рашид Темрезов выразил слова благодарности министру экономического развития Российской Федерации за решение провести столь масштабное мероприятие в Корчаево-Черкесии. За всестороннюю поддержку республики в реализации задач по развитию экономики, включая туристическую отрасль, как драйвер развития экономики региона. В свою очередь, Максим Решетников заключил, что высокий современный уровень дает перспективы для дальнейшего развития курортов.